Перед вами человек, который ненавидел читать книги. А сейчас я книжный блогер, у меня огромная библиотека, и я не вижу своей жизни без чтения книг. Как это случилось, сейчас расскажу. Привет, мои хорошие! В этом видео я вам расскажу, как я полюбила читать свою историю. Также расскажу для новых ребят, с какими книгами можно честь знакомство с чтением, и из каких книг началась моя любовь к чтению. А также расскажу о книжных привычках, которые скрасят ваше чтение, и, возможно, благодаря им вы еще больше полюбите этот процесс. Как это сделала я когда-то. А еще обязательно пишите в комментариях, с какой книги началась ваша любовь к чтению, и, возможно, напишите какую-то свою небольшую историю. Мне кажется, нам всем будет очень интересно это почитать. Как и говорила, я раньше ненавидела читать. В школьное время меня невозможно было заставить взять в руки книгу, и для меня это был просто какой-то ад. Мои родители меня заставляли читать книги, особенно вот в начальной школе, например, просто насильно заставляли читать, а я говорила, нет, я не хочу, это мне неинтересно, я это читать не буду. И как бы, здравствуйте, Алина, сейчас? Но, знаете, мои родители были в шоке, когда я вообще, в принципе, попросила купить у них книгу, а потом они уже пожалели о том, что разрешили мне купить эту книгу, потому что потом наш весь дом был ими заставлен. Да, настолько сильно я влюбилась в чтение. На самом деле, я понимаю, почему у меня в школьное время шло отторжение классики, потому что сейчас, когда я читаю эту классику, ту же самую, в 20 лет я понимаю, что у меня есть уже какой-то жизненный опыт, и я уже могу посмотреть на эти книги и понять их, а в школьное время я вообще этого не понимала. Взять ту же самую Анну Каренину, вы дали бы мне эту книгу в 10 классе, я бы вообще ничего не поняла, я бы сказала, что книга скучная, и вообще она мне не нравится, это вообще не моё. А сейчас 20 лет я прочитала эту книгу, и я поняла, насколько же это классно, потому что я нашла какие-то отглоски с реальной жизнью, нашла какие-то ситуации, которые происходили у меня в реальной жизни, которые напоминают мне сюжет этой книги, поэтому эта книга отзывается во мне. Так как же всё-таки я полюбила читать книги? С какой же историей у меня это началось? А сейчас расскажу, потому что история, конечно, интересная. Это вот, знаете, я когда тоже спрашивала людей, а как они начали читать, как они пришли к тому, что стали читать книги? Они тоже говорили, что вот, например, им в детстве, вот кого любовь к чтению с детства пришла, они говорили, что они в детстве начали читать того же самого Гарри Поттера, и после этого они поняли, насколько же это интересно. И почему подростки часто начинают любить чтение с каких-то подростковых историй, да, вот опять же, Янка Даут, какие-то романы, потому что они находят в этих книгах себя. Так же, как и я, много-много лет назад нашла себя в одной из книжек. Что же это была за история? Это был 2016 год, и тогда на просторах интернета везде-везде-везде шумела книга «Девушка онлайн Зои Сак». С сожалению, сейчас у меня её нет в бумажном варианте, но вот, покажу вам на картинке её. «Девушка онлайн Зои Сак». Все блогеры везде показывали эту книгу. Я как-то видела это, думаю, ага-ага, когда-нибудь прочитаю. Ну, случилось так, что моя подруга близкая, которая живет в Москве, и у нас дружба по интернету, она сказала, что вот, Алина, я прочитала такую книгу, это вообще что-то потрясающее, и, конечно, она мне так и расхвалила, что я всё-таки взяла, купила и прочитала. Я начала читать, и я была в шоке. Была в шоке, что книга может быть такой интересной, хотя «Помарочка» — это очень банальный роман о любви, где у нас такая вот девочка, которая такая скромная, и у нас супер-бэтбой парень, который у нас ещё играет в рок-группе. Ну, вот такая вот здесь сюжетная линия у нас в этой книге. Но тогда для меня это было вообще, для меня это было вообще чем-то потрясающим, и я находилась в восторге от этой книги. Я помню, прочитала её за месяц. Месяц читала книгу, 300 страниц, но мне тогда это казалось вообще чем-то вау, а-ля я прочитала целую книгу за месяц. Это вообще... Мои родители были в шоке, я была в шоке, и всё. Потом я уже на тот момент вела свой YouTube-канал про канцелярию, и я поняла, что мне это уже не так интересно, я хочу рассказывать о книгах. Поэтому стала находить книжных блогеров, я поняла, что такие существуют, и я для себя стала находить какие-то интересные истории. То есть благодаря книжным блогерам я находила книги и сама потом читала. И там я прочитала серию «Отбор Кирыкас», которая такая тоже наивная, но она так отозвалась у меня в сердце. Но вы знаете, вот по себе я скажу, что мне, наверное, в подростковые годы, вот в летом 14-13, не хватало какой-то романтики в жизни, поэтому я нашла отлик именно в таких романтических историях. И вот если вы тоже не знаете, с какой книги поступиться к чтению, с чего лучше начать, я всегда советую заглянуть внутрь себя и понять, какие вы фильмы смотрите, какие вы сериалы любите, в какие игры вы любите играть. И на основе вот этих вот сюжетов, ваших вкусов, вы ориентируетесь на книги и ищете книгу, которая похожа чем-то, возможно, на ваш любимый фильм, на ваш любимый сериал, на вашу любимую игру. И таким образом можно найти именно книжную историю, которая так же сильно вас заинтересует и зацепит, как ваш любимый сериал или фильм. Потихоньку у меня стала собираться библиотека, и вот в первые кота я погрязла в чтениях книг Young Adult, ну потому что я сама была подростком, для меня это было очень актуально, я об этих книгах рассказывала, я эти книги читала, получала огромное удовольствие, но потом я также заинтересовалась и той самой классикой, которую в школе я ненавидела. Это был, наверное, год 19-20, тогда мне подруга, уже другая, но тоже из Москвы, вот так вот судьбоносно, мне подарила книгу «Маленькие женщины», вот она у меня даже лежит, она тут у меня даже подписана, посмотрите, какая прелесть, «Самый лучший, любимый на свете», ну вообще книга для меня очень ценная. Я тоже была мнением, что классика эта скучно-неинтересно, но взяла эту книгу и так сильно в неё влюбилась, что опять же, теперь я читаю классику на постоянной основе, хотя в школе я ненавидела, и сейчас я дошла даже до того, что я читаю Толстого, Анну Каренину, и нахожусь в огромнейшем восторге, но опять же, мне кажется, это из-за того, что у меня есть хоть какой-то жизненный опыт, и я вот вижу какие-то ситуации в своей жизни, либо в жизни там своего окружения, и как-то эта книга во мне отзывается. Потому что, конечно, если бы я читала Анну Каренину в школе, то мне бы она вообще не понравилась, я вообще бы не поняла эту книгу, и посчитала её скучной и дико неинтересной. Так что к чему мы пришли, да, вот моей истории, какое-то нахождение книги интересной, мы пришли к тому, что нужно идти к книгу, которая отзовётся у вас в сердце. Поэтому сейчас давайте я покажу те книги, с которых у меня произошла любовь, какие-то вот серии, которые я читала после Девушки онлайн, которые вот мне показали, что чтение — это правда круто, это правда интересно. А ещё сегодня, буквально на минутку, я хочу погрузить вас в мир, где магия, страсть и борьба за собственную жизнь переплетаются в танцы судьбы. Автор — Кариса Бронмэнд, талантливая писательница, создавшая миры, населённая мощными героинями и невероятными приключениями. Её последнее творение — «Война потерянных сердец. Книга 1. Дочь всех миров» уже завевала сердце читателей по всему миру, и вот теперь доступна и нам. Представьте мир, где юная Тесаанна лишилась всего — родного дома, семьи, свободы. Её детство оборвали чужаки. Однако даже цепи рабства не смогли сломить её дух. Восемь долгих лет борьбы за свободу и право стать частью магических орденов привели главную героиню к Фарлеону, заставшему её сердце биться как никогда раньше. А если вас интересовала эта история, то эту и другие книги вы можете приобрести в интернет-магазине, мобильном приложении и розничной сети «Читай город». Ещё знаете что? У меня для вас есть отличная новость. Используя промокод «Букстар 25» вы можете закупиться книгами со скидкой в 25% в интернет-магазине «Читай город». Промокод действительный до 19 апреля включительно на всё, кроме небольшого списка исключений. Также «Читай город» осуществляет доставку в любой уголок России. Ближайший к вам магазин «Читай город», магазин «Партнёр буквоед» либо удобный вам пункт выдачи. А если заказать книги в магазин, то доставка будет абсолютно бесплатной. Все ссылки будут в описании под этим видео, так что переходите и покупайте книги выгодно. Даже те, которые я вам буду показывать сегодня в ролике. И давайте вот начнем с таких вот подростковых историй, потому что их я тоже вот читала именно в таком вот возрасте, когда только-только-только у меня стала появляться любовь к чтению. Поэтому эти серии идеальны для подростков. И первая серия это «Часадея». На самом деле я бы не сказала, что эти книги только для подростков и взрослым их вообще будет неинтересно читать, на самом деле нет. Я, например, сейчас вот в 20 лет очень сильно хочу перечитать «Часадея», потому что это такая великолепная история. И мне кажется, если подросток найдет себя в этих персонажах, то взрослый вспомнит о своей подростковой жизни, окунется в ностальгию по всем вот этим вот эмоциям, по первой влюбленности, по учебе. И это тоже же вызовет очень классные эмоции. А, и да, это такая помарочка, что здесь я покажу книги, которые уже известны, наверное, всем моим зрителям, потому что эти книги я показывала не один раз, но это именно книги для новых зрителей на моем канале, поэтому если вы смотрите мой канал уже давно, вы знаете все мои любимые книги, то ничего нового здесь не найдете, и лучше пролистайте эту часть, и давайте уже перейдем с вами к книжным привычкам. Ну, а кто новенький на моем канале, то вот, сейчас покажу эти самые книги. Начала рассказывать о Часадеях и остановилась. Серия, состоящая из шести книг, рассказывают эти книги нам о девочке Василисе, которая живет своей бабушкой самой обычной жизнью, но она не знает, что ее отец влиятельный маг и флары мира, построенного на часовой магии. Но вот, в один день ее отец приезжает за ней, Василиса в шоке, что она вообще там буквально впервые в жизни видит своего отца, он ее забирает, и она начинает жить в его семье, она там знакомится со своими сводными братьями и сестрами, и то уже они там ее не сильно любят, естественно, кто-то такая пришла, мы здесь вообще-то самые крутые, а ты так, отброс общества. И в общем, начинаются вот эти вот недопонимания семейные. Но Василиса понимает, что раз ее отец влиятельный маг и флары, значит, и у нее есть какие-то способности. И вот, она начинает жить в этом часовом мире, она там находит друзей, она начинает обучаться, и тут, знаете, такой даже путь к самой себе, к своим способностям она открывает, и это очень интересно, потому что на протяжении всех шести книг мы с героями растем, мы развиваемся, и здесь у нас и любовные линии, как я говорила, будут великолепны, и прекрасны, не только у Василисы, но и у других героев. Ну и также здесь очень интересные и порой даже неоднозначные персонажи присутствуют. Очень интересная серия книг, от которой невозможно оторваться, и вот тогда, когда только начала читать, эти шесть книг у меня прилетели невероятно быстро, и я получила потрясающие эмоции от чтения. Еще одна подобная серия, это серия Страна сказок, которая, кстати, тоже состоит из шести книг, такие большие циклы, но благодаря ним ты прям привязываешься к персонажам, и цикл, и герои для тебя становятся родными, поэтому именно с таких книг начинать чтение очень здорово, потому что это запоминается на всю жизнь, сама по себе говорю. Страна сказок, Закинание желания первой части, это у нас автор Крис Колфер, и эта серия рассказывает о двух близнецах, девочке Алекс и мальчике Коннери. У них дома есть книга под названием Страна сказок, старинная книга, и вот любопытные близнецы открывают эту книжку, и когда не открывают, они видят невероятное, что эта книга буквально превращается в портал. Один из близнецов по неуклюжести падает в эту книгу, и второй близнец летит за ним, а как иначе, нужно же спасать своего близнеца. И вот наши близнецы оказываются в стране сказок самой настоящей, где живут Баласнежка, где живет Рапунцель, где живет Красная Шапочка и другие сказочные персонажи. Здесь в начале книги на Афорсице даже есть карта, где мы можем посмотреть разные-разные королевства. Вот, да, мы видим Северное Королевство, Прекрасное Королевство, и вот так у нас здесь все разделяется. Близнецам, конечно, классно, что они попали в страну сказок, но им нужно понять, а как им вернуться домой? С портала они прилетели буквально с неба, а как вернуться обратно? На небо ты никак обратно не долетишь. Есть ли какой-то портал? Что нужно делать? Так вот, оказывается, они там встречают персонажей, вот разных сказочных, им рассказывают, что они должны собрать вот такое вот заклинание желаний, чтобы вернуться обратно, а собрать его можно разные предметы взять у там разных героев, и вот собрать заклинание желаний, чтобы вернуться домой. И там они знают очень интересные вещи касаемо своей семьи, как вообще у них в семье появилась такая вот интересная книга, как они с этим всем связаны, и это было очень забавно, потому что некоторые принцессы здесь действительно очень забавны, не как в диснеевских сказках, здесь они другие, то есть это у нас такой вот ритейлинг, другой взгляд на привычные на диснеевские мультфильмы. Но это даже не только диснеевские мультфильмы здесь есть, потому что, например, в следующих книгах у нас здесь даже будет «Волшебник из умрудного города», которого я обожала в детстве, и когда это появилось в книге, я просто пищала, «Железный дровосек», там вот это чучело, всё там было, и это великолепно, потому что с каждой книгой мы тоже здесь с героями растём, и в последних книгах там даже вообще они очень уже взрослые, прямо очень-очень, когда прочитаете, поймёте, и тоже все любовные интрижки, и вот как наши близнецы растут, если у меня какие-то там недопонимания есть, но всё равно они очень любят друг друга, и как там всё было, это очень интересно, и вот в каждой книге нам встречаются какие-то новые персонажи, даже там «Алистер» не чудес будет, поэтому если в детстве любили какую-то из этих книжек, из этих сказок, из мультфильмов диснеевских, то мне кажется, эта книга вам точно отзовётся в сердце. Ну и, конечно, как же не показать? «Гарри Поттер». Вот если вы не читали «Гарри Поттера», то вы много упускаете. Я сама «Гарри Поттера» прочитала вот только в 20 лет. Если вот с этими книгами началась моя любовь к чтению, то «Гарри Поттера» всегда обходила стороной, потому что я считала, что это слишком, знаете, вот так вот заезжено, это слишком, как бы, всё понятно, и, ну, а зачем читать, если всё понятно, и все об этом говорят, как бы это неинтересно. Подумала я, когда была вот в возрасте, там, 13-14 лет, и не читала эту серию. Но в 20 лет у меня появилось огромное желание прочитать эту серию, и я поняла, как же многое я упустила. Не сказала бы я, что я прям жалею, что я прочитала эту книгу в 20 лет, а не там в 13-14. На самом деле, даже в 20 лет я получила, как будто, ещё больше кайфа, потому что я будто вспомнила вот как раз-таки своё детство, своё подростковое время, и окунулась в ностальгию вместе с этими книгами. Ну, а «Гарри Поттера» здесь даже нечего говорить, это мальчик, который выжил, и просто вот эту его вам серию показывают. Если вы не знаете, с чего начать читать книги, то попробуйте взять «Гарри Поттера». Того самого культового «Гарри Поттера», мальчика, который вышел, но, возможно, именно эта книга откроет вам портал в мир чтения книг. А если у вас также сердце, как и у меня, лет в 13 жаждет романтики, если вы любите романтичные фильмы, сериалы, то могу посоветовать вот эти книги. Например, автора «Анну Джейн» это один из моих самых любимых авторов романтичной литературы, которая пишет про подростков, и, конечно, это очень откликается в сердце, когда ты сам подросток. И вот одна из моих самых любимых ее серий это у нас «Дилогия», две книги, «Твое сердце будет разбито и по осколкам твоего сердца». У меня эта книга в подарочном, великолепном издании, она даже с иллюстрациями, поэтому вообще можно скрасить в себе чтение еще и вот такой красотой. Что мне понравилось в этой серии, что здесь у нас подростки, уже старшеклассники, и здесь у нас поднимается очень много важных тем. Ну, это как первая любовь, здесь, естественно, поднимается, но также здесь поднимается буллинг. Это очень серьезно, и, к сожалению, многие дети сталкиваются с буллингом. И если, не дай бог, вы или там кто-то из ваших сверстников сталкивается с буллингом, то эта книга, мне кажется, идет отражение вашей души. На самом деле, слава богу, у меня не было такого, что я сталкивалась с буллингом, но все равно эта книга мне задела за живое, потому что я помню, как я сама училась в начальной школе, и у нас некоторых детей булили. Это на самом деле так ужасно, потому что в детей включается стадный инстинкт, и они думают, что если все вот этого мальчика или вот эту девочку буллят, то они тоже будут булить, потому что стадный инстинкт действует, и они думают, что если они не будут как все, то значит они тоже будут изгоями общества. А этот бедный ребенок, он вообще становится травмированным, и это очень страшно. Здесь как раз-таки раскрывается эта тема. Здесь раскрывается тема отношения родителей и ребенка. Хоть на первый взгляд это такая вот банальная история, хорошая девочка и плохой парень, бэтбой весь такой, который супер красивый, и все девочки сходят по нему с ума, но он обращает внимание на нашу главную героиню. Да, это все банально, но вот за этим всем скрываются и вот такие вот серьезные темы. А еще даже здесь поднимается тема потери близкого человека. И это как раз таки и разбивает наше сердце. То есть здесь можно и поплакать, и поумиляться, и испытать очень много эмоций. Вот возможно, если бы даже с этой книги началась моя любовь к чтению, я возможно бы не нашла каких-то более классных романов для себя. Еще одни супер милые романы, это автор Ася Лавринович. Вот обратите внимание, у Аси очень много разных-разных книг в жанре романтика, и мне кажется, это может найти очень классную историю для себя. Например, мое знакомство с Аси началось с книги «Влюбиться 90 секунд». Здесь у нас такой очень забавный сюжет. Книги Аси читаются безумно легко, и вызывают милые эмоции. Это теплые, искренние и добрые истории. Здесь такой забавный сюжет. У нас главная героиня Алена, и она поспорила со своей подругой, что она влюбит в себя любого встречного парня. И, кстати, это случится за коротки полторы минуты. А с другой стороны у нас Дима, который спорит со своим другом. Такая вот у нас появляется на эти иронии судьбы. И он спорит со своим другом, что он оденется вообще ужасно, будет выглядеть как ботан, и вообще некрасиво, несимпатично, непривлекательно, но он все равно сможет влюбить в себя девушку. Ну и что вы думаете? Конечно, эти два героя встречаются именно вот в этот самый момент. И вот мы смотрим, как же там дальше будут развиваться события, и что выйдет из этого спора. Интересная книга, милая, которая вызовет улыбку до ушей, правда, от умиления. Если говорить что-то из классики, с какой же книги началась моя любовь к классике, потому что, возможно, вы захотите именно что-нибудь из такого почитать, то это, например, «Маленькие женщины», о которой я вам уже говорила. Это супер милая, добрая история, хоть это классика, эта книга очень легко читается и рассказывает о четырех сестер Марч, которые все разные, каждая со своим характером, и к каждой девочке мы привязываемся. Вот мы смотрим, как каждая из них растет, как каждая из них находит себя в жизни. А еще у них потрясающая мама, которая дает не только света девочкам, но и нам, как читателю. И от книги тоже невозможно оторваться. Еще одна супер милая, добрая история. Я говорю всегда, что благодаря этой книге я даже посмотрела на жизнь под другим углом, под углом позитивным. Это книга Полиана Эленор Портер. И тоже знаю, что многие начинали свое знакомство с книгами именно с этой историей, и это великолепно, потому что книга настолько добрая, она искренне светлая. Здесь у нас рассказывается о девочке Полиане, которая переезжает к своей тете. У нее, к сожалению, погибли родители, и вот она живет своей тетей. Но Полиана такая девочка, позитивная, несмотря на то, что в жизни она пережила многое, папа ее научил играть в такую игру, чтобы во всех жизненных ситуациях находить то, чему порадоваться. Называется это игра в радость. И вот Полиана пытается научить играть всех людей вокруг в эту игру, даже свою такую вот мрачную тетю, которая сначала ее вообще не полюбила. И вот Полиана она прям всем дарит это тепло, радость, свет, и нам тоже. Показала такие вот фэнтези истории больше для подростков, показала я романы, показала классику, и давайте покажу еще подростковые книги, которые для больше старшего возраста идут, наверное, вот лет 16-15, их классно прочитать. Вот если вы любите что-то такое супер захватывающее, какие-то другие вселенные, то вот это идеально вам подойдет. Например, Орузия смерти. Сейчас, конечно, я на эту серию смотрю по-другому, я не скажу, что это там лучшая серия, которую я читала, но вот когда я читала лет в 15, для меня это было вау, для меня это было тоже что-то великолепное. Я влюбилась в эту серию, я читала ее залпом, и это было очень интересно. Здесь у нас обычная девочка, вроде как сначала окажется на первый взгляд, которую зовут Кэсси. Почему Кэсси, если Клэри? Ну, вроде Кэсси ее там называли сокращенно, вот уже, что значит, давно читала книгу. И она попадает к сумеречным охотникам, это у нас воины, призванные избавить землю от нашествия демонов. И вот, конечно, в сумеречном мире Клэри ждут такие события, которые полностью заменят ее жизнь навсегда. На самом деле, интересный мир, интересные герои, и тоже здесь серия шесть книг, происходит очень-очень много всего. Такая, вы знаете, серия, где прям много-много экшена. И еще одно подобное фэнтези, это шестерка воронов, только это у нас уже диалогия, две части у нас есть. И это у нас серия про такую вот шестерку бандитов. Я считаю, есть шесть опасных изгоев и одно невероятное похищение. Да, очень интересно книгу читать, она тоже супердинамичная, здесь прекрасные герои, которые все прекрасно описаны, вот все шесть персонажей, они все так детально, все так красочно описаны, что ты к каждому привязываешься. Конечно, Либордуга здесь не оставила нас без порции стекла, без каких-то больных моментов, которые нам разбили сердце, без этого она, конечно, не может оставить. Также у Либордуга есть трилогия Тени Кости, она мне уже не так сильно понравилась, как вот эта вот диалогия, но вот эта диалогия это вообще восторг, очень интересно читать, динамично, герои прекрасные, также есть любовные линии, и дружба здесь тоже есть, и все очень-очень интересно описано. Рассказала вам о книгах, с которых можно начать свое чтение, а теперь давайте поговорим о моих книжных привычках, которые для меня чтение сделали еще более интересным. Первое, что я делаю, возможно, вы заметили, когда я показывала книги, я вот так вот их показывала, что у меня здесь есть стикеры. Стикеры, закладки, которыми я выделяю что, а выделяю я ими разные интересные моменты, то есть это может момент, который мне понравился, это может быть какая-то цитата, и это очень интересно, во-первых, вы можете взять книгу с полки, и вот, например, открыть какой-то стикер и прочитать, что вы здесь отметили. Это очень классно, потому что это те моменты, которые назывались у вас в сердце, вот, например, Полиану я открываю, когда мне становится тяжело, какой-то у меня тяжелый период в жизни, я беру эту книгу, открываю, читаю какую-нибудь строчку, и у меня сразу настроение поднимается, я вспоминаю эту историю. По стикерам даже можно иногда проходиться и вспоминать сюжет книги, это мне очень помогает как книжному блогеру. Я использую обычные вот такие вот стикеры, бывают я использую вот такие вот толстенькие стикеры, у меня вообще стикеры разные есть, и яркие, и пастельные, и вот, например, у меня сейчас тоненькие закончились, но часто вот, особенно в маленьких книжках, я выделяю такими вот тоненькими стикерами что-нибудь, то есть это уже на ваш вкус и цвет. У меня обычно как? У меня обычно розовый стикер, это значит романтичные моменты, голубой стикер означает какие-то грустные моменты, Зелёный стикер — это какие-то смешные, забавные моменты. Жёлтым я чаще всего выделяю разные описания природы, вообще красивые описания какие-то. И оранжевые — это какие-то цитаты и, например, понравившиеся моменты. Ну это опять же всё по настроению, можешь делать так, как вам удобно, с чем у вас какой цвет ассоциируется, это тоже интересно. Иногда у меня нет желания как-то придумывать насчёт цветов, как-то это всё по-разному выделять, поэтому я беру один цвет стикера и выделяю вот им всё. Например, как я делала в Полиане, то есть так у меня тоже бывает. Ещё одна моя книжная привычка, которая очень мне сильно помогла в своё время, это то, что всё свободное время я стараюсь предположительно отдавать чтению книг. И если какая-то история мне не нравится, то я не дочитываю её до конца. Я беру какую-то другую книгу, начинаю её, потому что часто такое бывает, что вы начинаете, например, какой-нибудь роман, вы его читаете, понимаете, что нет, но это вам вообще не ваше, это вам сейчас в данный момент неинтересно, лучше отложить эту книгу и взять что-то другое, какой-нибудь триллер, детектив, или там вот опять же какую-нибудь фэнтези или классику. Вот я, например, недавно читала книгу «Зацепи 13-го», и мне не понравился там слог автора. И я понимала, что если сейчас себя буду заставлять читать, то я вгоню себя в ничетун. Ничетун — это то время, когда вам вообще не хочется читать ничего. И я решила, что я возьму классику «Ану Каренину», и в итоге с таким огромным удовольствием прочитала «Ану Каренину», и вот эта книга вошла в число там одних самых любимых, представляете? Но «Зацепи 13-му» я, возможно, ещё вернусь. То есть стикер я вам сказала. Предпочтительное своё свободное время отдавать чтению книг, а не, например, листанию ТикТока, потому что раньше у меня тоже была эта зависимость от социальных сетей, от ТикТока того же самого, от шортов, рилсов и тому подобное. Но сейчас я стараюсь в свободное время отдавать чтению книг. Конечно, я тоже сижу в интернете, как и все, но просто стараюсь и про книги не забывать. А если книга интересная, то рваться от неё невозможно. Ну и также, опять же, не заставлять себя читать то, что вам не хочется в данный момент читать. Также у меня есть прекрасная привычка брать с собой книгу всегда и везде. Вот неважно, куда я иду. Даже если я эту книгу ни разу не открою, мне всё равно спокойней, что книгу у меня с собой. Вот настолько это бы вшло у меня в привычку брать с собой книгу, что я таскаю книги с собой всегда и везде. И вот когда появляется какая-то свободная минутка, вы же знаете, бывает там сидишь, не знаю, в очереди в больницу, а там интернета нет, и хоп, взял книжечку, открыл, почитал. Это уже очень здорово. И вот опять же, такая вот уже привычка у меня вошла, что когда я выхожу из дома без книги, мне же как-то неспокойно становится, как так, у меня книги с собой нет. Поэтому я стараюсь всегда с собой брать книжки. Особенно вот удобно брать с собой, например, книги в издании «Суземная классика». Я когда училась, особенно была студенткой, я всегда с собой таскала эти книги, потому что это очень удобно. Они тоненькие, такие вот, не то что тоненькие, они легенькие, они в мягкой обложке, поэтому можно их положить в любую сумочку с собой. Еще можно себе сделать, знаете, какое-то такое поощрение в чтении книг. Например, поставить себе цель, ну вот для начала прочитать 50 страниц в день. И вот каждый день вы читаете по 50 страниц, и, например, когда вы их прочитали, вы там кушаете конфетку с чаем. Вот. Это тоже такой, знаете, прикольный момент, можно себя вот так вот награждать. А потом вы уже на автомате будете читать эти 50 страниц в день, вообще этого не замечая, а потом, возможно, и больше. Кстати, скорость чтения, например, очень увеличивается именно с опытом чтения, потому что я вот раньше вам говорила, приводила в пример девушку онлайн, где 300 страниц, и я читала эту книгу месяц. А сейчас для меня 300 страниц, они читаются вот так, и я могу книгу в 300 страниц прочитать там за 2-3 часа, зависимо там от объема книги, именно от ее формата, от того, какой там шрифт, но обычно вот 3-2 часа у меня занимает чтение такой книги. Представьте себе, как улучшился мой навык чтения и моя скорость чтения, потому что такой вопрос мне тоже часто задают. А вот как ускорить свое чтение? Вот как раз-таки это приходится дело с опытом. Такое вот у нас получилось, мне кажется, милое видео, где я рассказала, будь ли с какими-то своими секретиками, какими-то своими методами чтения, рассказала свою историю, как я пришла сама к чтению, поэтому если у вас какая-то тоже есть интересная история, как вы начали читать книги, как вы полюбили читать, то обязательно напишите в комментариях. Ну а вы читайте больше и получайте удовольствие от каждой страницы, а мы увидимся уже в следующем видео.